Вот, значит, я вводные слова повторять не буду. Раз. Смотрите, что сегодня мы займемся построением неформального деформационного оконтования линей и полосовую ступку, следуя работам Штефана Вальдина и Слава. Ну, это вот мы вспомнили определение скобки полосов. Значит, скобка полосов на коммунитивной алгебре – это билиниевая операция, которая превращает наш алгебр в алгебру Ли и обладает тем свойством, что если мы зафиксируем один из аргументов в этой скобке, то как функция второго аргумента это будет дифференцировать наш алгебр. Полосовное многообразие, значит, ну, сама алгебра А, снабженная скобкой, называется полосовной алгеброй. Полосовная алгебра. 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 функций. Ну, поскольку скобка должна быть дифференцированием по каждому аргументу, то трудно увидеть, что она должна сдаваться некоторым бивекторным полем. То есть существует единственное бивекторное поле, назовемое буквой π, что бивекторное поле — это сечение, краткое сечение второй внешней степени касательного слоения. Такое, что скобка наша рождается отельки в следующем смысле. Мы берем спальвивание π и два формы D, F и D. То есть локально в координатах это может быть записано в следующем виде. скобка это G. Это вот такая сумма. По E по G. Пи, G и D от X. Локальный когнат нашего бивекторного поля D, F по D, X и G по D, G. Ну, конечно, если мы смотрим на локальную ситуацию, эти функции π и G, они, конечно, не могут быть какими угодно. Но, во-первых, они должны быть просто симметрическими, как эти и G. и G. Ну, и чтобы у нас в той же стройе когле для этой стопки, должно быть какое-то некое дифференциальное уравнение, которое я в видео писать не буду сейчас, которое эквивалентно той же стройе когле для соответствующей стопки. Ну, вот. Ну, и у всего этого есть, конечно, комплексный аналог. Значит, для случая, когда наше основное поле это поле комплексных чисел, аналогично определяется понятием комплексного сурового многообразия Штейнера. В этом случае алгебра А это уже алгебра Голомофитов функций на многообразии. Все тот штамм, только функции комплексно-аналитические. Да, конечно, спасибо. Колокол симметрической аминус не написал, да? Вот так далее. Что-то, что я считаю. Ну, что такое многообразие Штейна, я сейчас распространяться не буду, хотя по той причине, что на самом деле реальные действия многообразия Штейна, которые нам сегодня понадобятся, это векторные пространства. Хорошо. Ну, теперь посмотрим на несколько очень-очень частных случаев с комплексом. По СОНам возьмем какое-нибудь конечномерное векторное пространство В. Конечномерное векторное пространство. Ну, ВС-озвездочка это его сопряженные, значит, пространство линейных функционалов. Алгебра А, с которой мы будем иметь дело, это будут, ну, в действительном случае можно естественно смотреть гладкие функции, а в конденсном случае гладборфные. В любом случае, ВС-озвездочка, кстати, конечно, содержится в линейных функциях, они, конечно, гладкие, а в конденсном случае еще и гладборфные. Ну, и более общим образом, если мы возьмем симметрическую алгебру пространства С-озвездочкой, ее можно отверстить просто с алгеброй полиномовых, полинемиальных функций надо. Все-таки функции, конечно, гладкие, а в конденсном случае и гладборфные, поэтому они даже содержатся в линейных. Ну, и вот введем три очень частных случая скобки Плассона. Отделение скобки Плассона на А, то есть полосонную структуру на В называется в первом случае постоянной, это определение Плассона фигурировало в прошлый раз, постоянной. Если скобка любых двухлинейных функций, F и G константа. Ну, а сегодня наши основные герои будут от линейной, линейной скобки Плассона. Скобка называется линейной. Если скобка любых двухлинейных функций снова линейная, F и G Ну, и давайте третий вид скобок я обведу, хотя я не могу обещать, что я успею про него сказать, но, может, в конце немножко успею. Скобка Плассона называется квадратичной. Квадратичной. Если опять-таки для любых двухлинейных функций F и G на V их скобка это однородный многочин второй степени. Ну, то есть уже вот здесь. Так что однородный многочин второй степени. Это все пределение для этого частного случая. Да, да, да. У нас никаких других многообразий, для которых мы будем строить скобки, сильнее будет. Только векторные инфраструктуры. Ну, вот. Вот три очень-очень частных случая о том, из-за скобки полосов. Ну, про постоянные мы говорили в прошлый раз. Я очень как только напомню постоянные полосовные структуры. Значит, ну, если она постоянна, то в координатах, ну, тут уже координаты они глобальные, поскольку все на электром пространстве происходит, в координатах скобка определяется такой формулой, пережитый. Пережитые это, что такое, это скобка полосовых координатах функций, это постоянное число. Вместе эти пережитые образуют постсиометрическую матрицу. А диффенциальное мнение, которое я вскользко упомянул, которому должны эти пережитые удостоверять, для того, чтобы скобка в том числе и кубе, оно выбрано просто автоматически, потому что производные константы, константы, все нуль. Поэтому мораль такая, постоянные полосновные структуры на структуры. Это то же самое умеется реакция и распространенная полосновными структурами и клостосимметрическими билейными формулями, которые в координатах становятся вот эти матрицы MPG. Форму, ну, на V-созвездочке только, не на V, да, форму это просто ограничение скобки на V-созвездочке. Ну, или еще то же самое, повторяем внешнюю степень постановку. Ну, Теперь поговорим давайте про линии константы и структуры. Линейная полосновная структура очень интересно связана с алгебрами Ли. И связь выглядит вот так. Давайте начнем с наблюдения. Пусть нам дана линейная скобка полосона. Ну, тогда давайте посмотрим на скобки двух линейных функций снова лежит в линейной функции. Стало быть, V-созвездочкой автоматом относительно скобки становится точномерной алгебры Ли. Ну, просто это под алгебры Ли у нашей алгебры функции А. В алгебре гладких функций если все на ДРТ или в алгебре гламотных функций если все на С. Значит, каждая линейная скобка полосона рождает структуру алгебры Ли на грозном пространстве. Что гораздо интереснее, есть и обратная конструкция. Обратная конструкция. Давайте топнем в конечномерной алгебре Ли. Я утверждаю вот что. Это предложение, если вы понимаете, предложение теперь упражнения. На симметрической алгебре САДЖ существует единственная скобка полосона, который при ограничении на Ж дает коммутатор. Ж. Скобка А и Б это коммутатор. Наши алгебры. Ну, если не пытаться писать явные формы, про явные формы я сейчас тоже расскажу, то поражение вообще простое, потому что его, в общем, довольно легко вывести из универсальной собственности на симметрический алгебр. Ну, как бы я, универсальная собственности на симметрический алгебр, она получает сферменных комморфизмов, из нее во всякие другие коммутативные алгебры. Ну, дифференцирование легко сводится гноморфизмом, известным трюхом, а здесь не все дифференцирование, здесь бидифференцирование, но так или иначе, потом нескольких манипуляций, все можно свести в универсальные условия сферменные алгебры. Вот. Ну, на самом деле, эту скобку можно записать с явной формулой. Явная формула этой скобки выглядит следующим образом. Ну, давайте сначала поймем, что мы тут хотим записать, как может выглядеть эта явная формула в принципе. Вот мы берем две функции f и g. Я говорю функции, ну, сейчас мы их рассматриваем как элементы симметрического уровня. Они же принимали функции на g со звездочкой. Берем точку кси с g со звездочкой. Вот мы хотим понять, что такое скобка полосонная f и g. Это тоже должна быть принимать функции на g со звездочкой. То есть мы должны производить ей значение в точке кси. Вот это нам надо определить. Ну, вот. Ну, давайте попробуем. Заметим сначала вот, что вот возьмем df. Это один форма. g со звездочкой. Стало быть у нее значение в точке кси. Где эта штука лежит? Эта штука лежит в ко-касательном пространстве в точке кси g со звездочкой. Ну, теперь у нас все-таки яркое многообразие векторное пространство. Поэтому, в чем сдвигом, можно это ко-касательное пространство, отождествить, с какого касательного пространства в нуле. Какой-то изоморфизм. Ну, тоже. Я имею в виду, не я бы какой-то изоморфизм. Конечно, как и официальные пространства, они изоморфные. Здесь имеется в виду именно изоморфизм, который получается при помощи сдвига. Вот. Ну, а это, в свою очередь, можно просто, опять-таки, поскольку g со звездочкой линейное пространство, можно просто отождествить с довольственным пространством. Ну, к чему? Ну, уже со звездочкой. Ну, и всего конечномерных, это просто то же самое, что g. Ну, а теперь я в реформу для этого для этой скобки. Скобки dfg с точки x. Значит, нужно взять df от x и dg от x, интерпретировать их как элементы g и взять их коммутат. А потом применить к этому делу x. Далее получается вот такой спарринг. x df x Это элементы g, это элементы g со звездочкой, просто на функционал применяем к этому делу. Это можно и в координатах записать. Давайте я тут где-нибудь посмотрю. Лучше в координатах, чтобы это все было на одном слайде. Вот координатах это присящим образом. скобка dfg это сумма. Ну, давайте я пробую. Значит, как-либо скобки на векторном пространстве это такая вещь. Вот. Ну, а скобка в координатах функциях это коммутатор. Просто коммутатор. Ну, и коммутатор x и x g это можно, его можно вылицепить через координатные функции. Сумма стихи, в координатах. Вот. Сумма, и в координатах. Дай, я тоже. В координатах. Ну, вот эта скобка на симметрический ангел. Ну, не трудно видеть, что, не важно из какого пределения исходить, из этой явной формулы или из этой явной формулы. В любом случае, смотрим мы сюда и смотрим мы сюда, не трудно видеть, что та же самая формула позволяет установить эту скобку на наш объявляющий углу А, то есть на другом функции, если мы работаем на Д, и на другого функции, если мы работаем на С. Поэтому в итоге мы получаем скобку А. Насконечность, либо, как я могу сказать, написать. Это скобка, я иногда называю скобкой Кирилла Константа-Сырьё. Их работают, как говорят, в 1970-х годах. Но, как следующее пишет Кирилл в своей медикаменте армии, что, на самом деле, эта скобка была значительно раньше. В явном виде она, впервые фигурирует в работе Березина. Ну, это не то, что много раньше, но все-таки пораньше, в 1967-го года. Но в неявном виде она встречается даже в работах самого С. С. И это H на прошлый век. 1890-х год. Но, тем не менее, часто называют скобку Кирилла Константа-Сырьё. Хорошо. Ну, если резюмировать то, о чем мы сейчас с вами говорили, то получается, что у нас есть взаимодозначенное соответствие между линейными полусловными структурами на кончатомерных электронных пространствах и кончатомерными алгебрами И. Если у нас есть линейная полусловная структура на векторном пространстве В, то примерно через скобку структурного угления надо созвездочек. Ну, и наоборот, если мы стартуем с алгебры ЛИ, то уже созвездочек становится полусловным многообразием вот по тому рецепту, который мы только что обсуждали. Ну, и на самом деле эта объекция, если грамотно определить морфизм между полусловыми векторными пространствами, это, в общем, не сложно, то это, на самом деле, не просто объекция, это антиэквалютный цифтигрупп. Ну, вот. Это лучшая информация о линейных полусловых структурах. Как и дальше? Теперь давайте приберемся к информации. Ну, давайте я вначале все-таки напомню, на всякий случай, что такое формальная информация, потому что вы, по крайней участнике, которые нам зубы, они считали, что они были в тот раз. Давайте я сейчас вкратце напомню. Значит, определение. Пусть у нас есть какая-то алгебра, не обязательно даже коммутативная, просто любая ассоциативная алгебра. Кстати, хотя определение можно дать даже и для не ассоциативных, но нам это не нужно. Любая ассоциативная алгебра. Формальная деформация. Формальная деформация. Формальная деформация. Алгебра А. Это алгебра уже над кольцом формальностейных рядов. ИЗМР. Она должна быть топологически свободная, как модуль над формальными рядами. Сейчас через минуточку напомню, что такое топологически свободное. Вместе с изоморфизмом алгебры. Это определение к Герстенхамеру. Что такое топологически свободный модуль? По определению модуль над кольцом формальности степных лидов, он называется топологически свободным, если он изоморфен модулю формальных лидов с коэффициентами в каком-то векторном пространстве В. Можно придать строгий смысл термоэнтопологически свободный. Сейчас я делать не буду. И на предыдущей своих лекциях я этого не делал, и сегодня тоже не буду. Считайте, что это просто красивая терминация слева. Как алгебра формальных лидов действует на это пространство, понятно. Они, как обычно, приближаются степенные лиды. Это просто один из них с коэффициентами в основном поле, а другой с коэффициентами векторного пространства. На выходе мы снова получаем элементы из этого же пространства. Поэтому это, конечно, модуль на алгоритм формальности. Вот такие модули называются степологически свободными. Они, такой модуль, он содержит в себе настоящий несвободный модуль. То есть лендерное произведение C от T на V в качестве плотного подмодуля. Ну, плотного определенного текста в качестве подмодуля. Но это вложение, оно для бесконечно-мерзанного выбора объекции не будет, оно не феррективно. Так сказать, модуль вратовом больше, чем на тексте. Вот, хорошо. Ну и, наконец, кстати. Кон psychologists умерзанного будет уже. Та con�명이. А кончного мирового возведения. Конечно мирового. Да, нерから! Точнее мирового проблему. Ну, ну «нерfa натка» вполне. То есть мирового достаточно мирового пролида, а дальше парадитивности. Или одноверно, вообще и нуля. Compared to, то значит... Мировые проблему были, а дальше парадитивности на проверную очередную. Понимаешь, просто из-за того, что-то это admired, произведение… Заметим, кстати, что если tf – это логический свободный вызов, то f o tf – это как раз-таки v. Поэтому если теперь вернуться к определению формальной информации и в качестве f подставить r, то мы видим, что вот это v, которое здесь должно быть, это просто a, как векторное пространство. То есть как векторное пространство и как c от t модуль, r – это просто a от t, это формальная логическая с коэффициентами ва. Поэтому если немножко развернуть это определение, то получится вот что. У нас имеется умножение на формальных рядах с коэффициентами ва. То есть вот такая вот операция билинейная, ну она даже билинейная над базовым кольцом, кольцом формальных рядов. Ее обычно звездочки обозначают, эти конечные. И непрудно понять, что она на самом деле однозначно определяется своими значениями на а, на элементах из а. Это всегда вкладывается. Каждый элемент из а, он может пространяться как формальный ряд, но просто постоянный цель. В целом, какие-то на любой степени. Если мы знаем, чему равно это умножение на а, то мы можем однозначно его распространить на формальные ряды. В итоге получается, что у нас кольцом элементу а и б из а, для того, чтобы задать это умножение, должен быть задан такой формальный ряд. Причем у этого формального ряда свободный цель должен быть равен просто изначальному произведению АВ. Потому что фактор R от АВ должен быть изоморфинажен. Ну а дальше стоит нечто. Какой-то коэффициент при t, а у нас его мю мю 1 от АВ. Какой-то коэффициент при t в квадрате, мю 2 и так далее. Так что вся информация об этом умножении, она содержится вот этих билинейных отражений мю 1, мю 2 и так далее. Они, конечно, не могут быть какими угодно, потому что умножение должно быть ассоциативным. Они должны быть уверены в неком алгоритмическом соотношении. Верим, сейчас эти снижения хозяйка в общем не смогли не достигнуть. Ну иногда, иногда случается так, что, у нас такие примеры были, что этот ряд обрывает слои с клуб момента. Если это случилось так, что при любых а и б существует такой номер, начиная с которого все мюриты обращаются в ноль, мы имеем полиглярную информацию. Может квантеры для любого существует наоборот? Нет, G зависит от тайны вообще. Если он был один на все, то это было как совсем не было в интересных ситуациях. Нет, степень полиглярного не ограничена, она для нас своя, мантры именно такие. Мы имеем полиглярную информацию, ну и в случае полиглярной деформации у нас вот эта вот звездочка умножения, оно приземляется на самом деле не просто в алгебре формальных лидов, а в алгебре мегачленов с коэффициентами мы имеем заново. Ну а многочлены можно вычислять в каждом. Если для любого в жизни больше промей и AB… Прома нулю, это я не вычисал, спасибо. На коррекционной доске… Да, ну так вот, у каждого у нас члена есть значение в каждой точке, да, здесь можно смотреть вычисляющий амморфизм, из этой какой-то точки, из нашего основного поля, на капусте в А. Ну, в итоге у нас получится семейство умножений уже на самом векторном пространстве А зависит от параметра. Ну, это альтернативный взгляд на полиэлементе на полиэлементе. Хорошо. Ну, вот, значит, частный случай про пространство – это полиэлемент информации. Полиэлемент информации позволяет определить смейство умножений на том, который это в частой А, вот, с тем свойством, что как функция параметра по сравнению с ВК, это ВМЗ, произведение двух пространства МОЭК, является многочленным. Ну, и, на самом деле, мы уже говорили, сейчас подробнее объяснять не буду, это, на самом деле, просто эквариантный подход к минимальной информации. То есть, у нас есть такое семейство умножения и нам удобно, в том же рейтерную пространство, когда у нас нужно передать следующий формат, это получает минимальная информация, кажется. Ну, хорошо, ну и мы расскажем тебе сейчас, что обоим формате формационного кондурования. Пусть у нас есть спосовного многообразия М. Ну и тут два случая. Либо гладкая вещественная, либо комплексного Штейнова. Ну и в первом случае А это алгебра главных функций, а в втором случае алгебра главных функций. И пусть у нас есть какая-то плотная полосновая подалгебра в А. В. Плотная полосновая подалгебра. Полосновая подалгебра, значит, она должна быть обрископка полосновая, но я говорю, что она должна быть плотна в стандартной экстологии на А. Если глоножная функция, то стандартная экстология компактно-крытая, то есть это равнодноднодсходимости на компактном. А если это алгебра главных функций, то это тоже стандартная экстология, которую локально можно записывать, как экстология равноднодсходимости на компактном со всеми частыми производными. Дадим такое определение. Формальное деформационное пунктование алгебры B. Это ее формальная деформация. Соответственно, формальный деформационный формат начинается с переменной T, свободно исчезает. Так вот, значит, этот самый коэффициент при T должна быть как раз-таки скобка A и B. Должен быть такой равенства, свободно T в квадрате. Любовь A и B из нашей квадраты прибывает. Ну, то есть, если подписать это в терминах метро-цимеиды, в квадрате определение, в квадрате это звездочка умножения, то это просто означает, что мил 1 от АВ минус мил 1 в А. Это первое требование. Ну и второе требование нужно, чтобы все мюиты были бы бидифференциальными операторами. Ну, точнее, ограничение на b на b некоторого бидифференциального оператора на а, соответственно, глава в том же функции, ну, который предполагает, что он b на b переводил b, так предполагается. Ну вот, заметим, что формальное деформационное квантование b, оно автоматом порождает формальное деформационное квантование всей алгебры а. Формальное деформационное квантование b порождает формальное деформационное квантование а. Ну, собственно, по той же формуле, если написать этот а ряд, который, давайте сейчас разрешу его, на b плюс мю 1 на b на t плюс b2 на b на t плюс и так далее. Все члены этого ряда имеют смысл и для функции за, потому что бидифференциальные итераторы, они на парке функций за определены. Ну, а ассоциативность будет, и ассоциативность, и вот это условие согласованности, оно будет выполнено из соображений плотности. Веба смогла выполнять все это, все это вероятно плотные подалки, только непределенности двух вероятностей. Ну, хорошо. Мы на рассмотрели определение, которое нам понадобится. Ну, вот, на прошлой лекции мы строили сначала формальное, а потом неформальное и кондиционное 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 последовательное кондиционное качество. Это нас привело к в заветовую умножению модульа. Теперь давайте приёмся кондаванием, сначала формальным, коридиальным, формальным, линейным кондиционным вступлении. Натывание, для начала пронимиальное и формальное, ленивых полосовых структур. Стартовать нам будет удобно не с самой ленивых полосовой структуры, а с двойственной эквивалентной объектом, а именно с конечномерной алгеброй ленивы. На самом деле, на первом этапе, то есть, по крайней мере, с формацией можно даже конечномерности было бы славиться, но не будем в общей общей части. Значит, что мы хотим сделать? По словам структурного ножа со звездочкой, значит, нам нужно построить некую звездочку умножения на алгебре функции ножа со звездочкой. Для начала алгебра полимиальная функция ножа со звездочкой. Ну, алгебра полимиальная функция ножа со звездочкой — это симметрическая алгебра g. Это в качестве первого шага мы хотим построить некую полимиальную деформацию симметрической алгебры. То, что мы хотим. Чтобы построить, для начала я напомню один стандартный факт из теории алгебры ленив. А именно напомню про некий стандартный изоморфизм векторных пространств между симметрической алгеброй и универсальной обертывающей. Стандартный изоморфизм векторных пространств между симметрической алгеброй и универсальной обертывающей. На самом деле это одна из разновидностей. Я напомню про некий стандартный изоморфизм. Так что это изоморфизм. Давайте я сначала картинку нарисую. Вот у нас есть тензорная алгебра. Ну, как симметрическая алгебра, так и универсальная обертывающая, они являются ее факторами. У нас есть факторизация здесь и факторизация здесь. Ну, и у этой стрелки, диагональной, первой, есть тензорной симметрической алгебры, есть сечение линейное. Такое стандартное. Давайте я вот такой прорывистой стрелочкой изображу. злоу буквы G, которая создается такой формулой. Элемент вот такого вида из симметрической алгебры, усевые элементы из G, переводит в симметризацию соответствующего элементарного тензора, а тут переставленные вышки стоят. Значит, это линейное отображение, которое является течением вот этого отображения факторизации. Ну, а теперь просто мы его скомбонуем вот с этим вот, с этой факторизацией. Я вообще не буду рисовать для той же диаграмме, чтобы не возникала просто какая из этих двух диаграмм коммутативно. Вот, отдельно рисую. Тут у нас есть это вложение G, а тут есть факторизация отсюда сюда. И вот омега, это стандартная изоморфиза векторных пространств, это и есть вот эта композиция. То, что действительно изморфиза векторных пространств, это приводится в течение фонтуробегового битта. Значит, явно видим, омега переводит... Омега переводит произведение в один-воя, такой вот малончик, в такую сумму, в сегматом, в сегматом. Сумма по всем перестановкам 7. Да, вот тут умножение, конечно, надо понимать разную смысл. Здесь стоит произведение симметрической алгоритмы, а вот здесь стоит произведение в универсальной оборотове. Я и там, и там пишу точку, но это не должно сбивать стол. Тут мы перемножаем эти элементы в универсальной оборотове, а тут симметрических. Все выведены и лежат в G. Вот такой стандартный изоморфист. Ну хорошо, а теперь идем на такие обозначения. Для каждого числа Z, для каждого скалера Z, то, что я обозначаю буквой Z, Z это намек на то, что у нас скоро основным полем станет поликоплексных чисел. Давайте рассмотрим новую алгебру Ли. Я обозначу ее уже с индексом Z. Как векторное пространство у нас совпадает с G. А скобка там немножко другая. Скобку ставим Z. А она получается умножение значения скобки как раз таки на Z. Ну вот такая новая алгебру Ли получается. Если Z равна му Ли, то она, конечно, Абелева. А если Z не равна му Ли, то она, на самом деле, заморф на G. И это не трудно понять. Ну, изоморфизм – это просто умножение, то не единение на Z. Ну, значит, мы можем провернуть вот эту конструкцию, вот этого сандартного изоморфизма Омега уже для каждого Z. При этом симметрическая алгебра вообще станет скрежей, потому что симметрическая алгебра зависит только как структура подделяющего векторного пространства нашей алгебры Ли, а оно для всех Z одно и то же. Поэтому для каждого Z мы получаем вот этот стандартный изоморфизм Омега-Z между симметрической алгеброй G и универсальной обертывающей алгеброй, алгеброй G, Z. Ну, еще раз подчеркну, что это изоморфизм векторной пространстве. Ну, а теперь введем новое умножение на симметрической алгебре. Будем обозначать его звездочка с индексом Z. А в последней формуле умножения двух элементов A и B с индексом Z. Это вот что такое. Мы просто их отправляем в универсальную обертывающую, например, Z, там перемножаем, потом правило обратно. Ну, если это Омега-1, Омега-Z минус 1, Омега-Z под А, умножить на Омега-Z под А. Ну, получилось, что, значит, умножение, астатизм, потому что это просто перенос умножения в универсальный обертывающий, в симметрическую помощь изоморфизма. Оно, на самом деле, дает нам полимеральную деформацию. Эта штука зависит от Z, как многочлен. Вот. Это можно и глупо видеть. На самом деле следует вот из какого результата. Это след легко увидеть, проще всего вывести из альтернативной формулы для вот этого вот умножения. Значит, давайте сделаем следующую вещь. Я напомню, что симметрическая алгебра, она обладает стандартной градуировкой. Ну, и проекцию на n-ные однородные слагаемые, давайте P с индексом n-ом позначим. Что такое омега-Z? Омега-Z это омега, в котором G замедили на G с индексом Z. Скобку на G замедили, да. Предложение. Первое. Если мы возьмем любые два однородных элемента, пускай A это однородный элемент степени K, а B это однородный элемент степени L. Их произведение с номером Z может быть записано вот как. Это сумма O, N от 0 до K плюс L, Z в степени L, на P, K плюс L минус L от чего. То есть объект с индексом Z в этих формах уже не участвует. Участвует только одно омега, которое включает, что из этого оно единицы. То есть вот эта вот деформированная O, B минус вообще не участвует. Но зато и форма немножко более хитрая. То есть мы рассматриваем вот этот элемент, предлагаем его по отводным компонентам, и каждый из них берем с соответствующим весом, с некоторой степенью, пеномерный Z. Плюс эта формула в том, что из нее уже совершенно очевидно, что у нас будет пеномерная информация. Это однородный. Да. В этом, собственно, заключается предложение. Это вот, если они однородные, то формула вот такая. Ясно, что это миграция на Z, так что у нас получилось полимеральное деформацию. В частности, имеем полимеральную деформацию. Симметрический алгеб. Ну, у нас сразу он со скобкой. Второе утверждение. Если мы распространим соответствующее умножение на многошлены, точнее, симметрическая алгебра, то мы получим полимеральное полимеральное деформационное формирование симметрические алгебры с надродной вот той стандартной скобкой, которую мы с этим данным построили. Которая сегодня происходит с коммутатором алгебры. Ну, доказывается, да, удачная история всего этого дела. На самом деле, изначальное определение, изначальное определение было дано вот этой формулы. А то, что это может быть получено, получено вот так, это как раз результат Байдна и его соратников. Ну, собственно, это предложение, соответственно, по-видимому, платит. Байдна. Ну, а будьте я в Японии пораньше, где-то в 2019-20-летие. Ну, доказывать я это не буду, но прокомментировал хотя бы очень-очень грубую идею, откуда вообще такое может взяться. Значит, если мы напишем вот эту штуку по-как, что для z равно 1. Разложим по однородным компонентам. Ну, понятно, что, легко понять, что вот этот вот стандартный изоморфизмомер, он сохраняет фильтрацию для этих двух алгоритмов, поэтому однородные компоненты, они как раз будут меняться от нуля до k+, то есть однородных компонентов вычиски у нас не будет. Значит, откуда у нас берутся однородные компоненты и меньше, чем k+. За счет того, что когда мы перемножаем там некоторые маномы, мы в некоторых элементах применяем коммутанты. Если мы коммутатор применяем один раз, у нас сильный понижается в единицу. Если поменяем коммутатор два раза, он нажается на логику и так далее. Поэтому если мы уже применяем даже z, то те члены, у которых коммутатор применяется один раз, т.е. степень на единичку и меньше, должны нажаться на z, так как и написано тут. Те, у которых коммутатор применяется два раза, т.е. для которых здесь стоит k+, или минус 2, нажаются на z в квадранте, потому что там коммутатор важно применяется, ну и так далее. Вот это, конечно, не Ну, что же касается пункта 2, почему эта штука согласована с коммутатором, это более-менее легко смотреть вот из этого формулы. Если здесь в качестве a и b взять не абы какие элементы, а просто элементы изначальной алгебры или g, то здесь то есть точек ана-кара на единице и элера на единице, и написать, что будет стоять при z степени 1. Тут первое для a и b, а потом для b и a и b. Ну, на самом деле будет просто коммутатор а и b. Если мы будем сейчас писать, то это очень легко проверяется. Ну хорошо. Понимаете, операционное контролирование мы построили. Теперь давайте… Я буквально пару слов скажу, ничего писать не буду. Есть еще третий подход, на самом деле. Вот я рассказал про два… Ну, напишу, наверное, свою формулу. Красивая. Вот я рассказал про две формулы для одного и того же четвертышку умножения. Есть и третий. Третий подход. Умножение. Ага. Следующая сделочка умножения – это… я давайте уже без буквы z буду писать, поскольку мы его там уже распространили на многочлены. это единственное умножение на lcg от t. Я хочу сделать следующую формулу. Экспонент от xc умножить на… Экспонент от … от … от … подсчитанный от fc, t. А fc – это с начала года ближе. Много комментировать я это не буду. Я общаться с всеми предполагаю, что все знают, что ряд dc – fc. Поясню только в каком смысле принимается это равенство. Конечно, и экспоненты, написанные здесь, и то, что написано справа, они не являются элементами этой алгедры, они являются элементами некоторого его формального пополнения. Можно взять в этой алгедре таких идеалов и взять обратный предел постепенно этого идеала. В нем уже все эти три элемента, которые написаны – это fc, f и т.fl, и там они равны. Эта формула, она играет очень важную роль в доказательстве Инженпа Звалинова, в котором я спросил про launches. Саня доказательства я приводить не буду, но полная красивая и по многим причиненного. Хорошо. Ну теперь давайте поговорим Поговорим про неформальное дифференционное квантование. Напомню стратегию, которой помогает следовать вам, чтобы строить неформальное дифференционное квантование. Собственно, что мы хотим? Давайте я еще разочек напишу. Вот у нас есть формальное дифференционное квантование, которое описывается вот таким рядом. Что предлагают делать Варьман и его коллеги для того, чтобы, исходя из того, что формальное дифференционное квантование уже построено каким-то образом, построить неформальное. Шаг 1. Найти под алгебру в нашей алгебре функции, я попрежу на буквы А, обозначаю гладкие функции в вещественном случае и комплекционно-этические и комплекционно-этические. Третья некоторую маленькую под алгебру, очень маленькую, но удобную, для которой это сходится по тривиальным соображениям. Но в нашем случае Варьман нет, как и многочленных. Что может быть проще? Для многочленных у нас уже построены полемиальные информации. Шаг 2. Вести на этой маленькой под алгебре некую топологию с тем расчетом, чтобы, соответственно, умножение, принимающее значение в этом под алгебре показано, было бы непрерывным. Шаг 3. Пополнится. Вот что с них приводит к алгебру. И шаг 4. Проверить, что эта пополненная алгебра по-прежнему состоит в функции. Ну, желательно, чтобы она вкладывалась в тот же самую А, в тот же аналоге гладких или гладких. Вот такая стратегия. Значит, для постоянных полосновых структур, как мы видели, эта стратегия работает. И дает некую достаточно богатую алгебру, заведомо содержащую все многочленные и некоторые другие функции тоже, хотя и не все, для которых этот ряд сходится. Ну, а теперь посмотрим, работает ли та же самая стратегия для линиевых полосновых структур. Ну, сперва, спойлер, работает, но хуже. А теперь, значит, более подробная ответственность. Сперва введем локальные выпуски и пространства, которые нам понадобятся для строительства соответствующих алгеб. На самом деле, вот я сказал, что мы хотим сперва ввести некоторую топологию на многочленных, а потом пополняем. На самом деле эти два этапа удобно объединить в один, сразу строить уже некое пополнение, мы начнем в некоторую локальную поположь. Ну, для этого нам понадобятся некоторые вспомогательные локальные выпуски и пространства. На самом деле, по сути, были те же самые, что и имели по основному структур. Ну, давайте их введем. Возьмем какое-нибудь полное локально выпуклое пространство и пространство. Ваш конкрет, например, будет конечномерный, но в самой конструкции, как я сейчас говорю, конечномерность на самом деле не только не помогает, она будет даже мешать на треке этой сути дела. Поэтому давайте возьмем произвольное полное локальное выпуклое пространство, не обязательно даже конечномерное. Багбун утверждает, что бесконечный мерность получит тоже, если вам не есть, с точки зрения физики. Ну и для каждого целого неотрицательного этого осмотрим вот такое тензорное произведение. Пополненное проективное тензорное произведение тензорное экземпляров пространства В. Из П от В обозначим семейство всех направленных полного. Направленных полного надо. Ой. Ну так, эта пология на этой иной тензорной степени задается вот такими полнормами. Направляется полнормами, которые будут произведены вот так. Это проективная тензорная полнормами, которая получится, если мы один раз обложим из себя полнорму П. За каждой непроимной полнормой П. Значит, если вы конечномерное, я хочу подчеркнуть, что нужно делать, если вы конечномерное. Одной нормы не хватит. Одной нормы не хватит. Вы должны, можно фиксировать одну локовную на В, если оно конечномерное, а потом нажать ее на всевозможные положительные константы. То есть это, если второй шаг не делать, то получится не очень удобно, получится на выходе немножко другое пространство. Этот останет скрежем, а вот тот, который будет построен сейчас, для него уже важно, что мы берем именно все дикториумы по умам. Дальше мы берем некоторое число, R, неотрицательное, и вводим в рассмотрение такое вот локальное выпускное пространство. Т с крышечкой, с индексом R от V. Оно состоит из всевозможных вот таких вот формальных сумм, от номера бесконечности, которые лежат в произведении этих пензерных степеней, что n в соответствующей пензерной степени, для которых вот такая личина конечна. n в соответствующей пензерной степени, это будет сумма такого ряда, n в степени, n в степени r, простите, n в степени r, в степени, n в степени, n в степени, а n в степени r, для того чтобы это необходимо было сходиться для n в степени Если заменить здесь n на симметрическую степень, можно рассмотреть пространство, которое будет изучать s с крышечкой с индексом n от V. То же самое, только здесь уже будет произведение s с крышечкой в степени n от V. Что такое s с крышечкой в степени n от V? Ну у нас симметрическая группа перестановок, она действует на n от V степени, переставляя сомножителем. s с крышечкой в степени n от V состоит из симметрических тензоров, то есть из техно-мембров. s тензерных степеней, которые по действиям каждой перестановки остаются на месте. Если рассматривать конечные суммы, если рассматривать конечные суммы здесь и брать не пополненное, а обычное алгебрическое тензорное произведение, то соответствующее пространство в тензорной алгебре, оно будет просто отождествоваться как пространство. Симметрическое алгебр. Ну а здесь отличие в том, что и брать бесконечные, и тензорное произведение по полной. Предложение, которое я уже формулировал в прошлый раз, умножение на тензорное алгебре, тензорное алгебре, единственным образом продолжается до неприемного умножения на тензорное алгебре. И аналогично для S-крышечки с индексом R-прояр. Мы симметрическое алгебр, как векторное пространство, откладываем в тензорную, ну и вложение там определяем так, чтобы оно было правильным. То есть берем 2 элемента из 2 симметрических тензора, перемножаем их как тензора, а потом берем синкризацию. А вот и получит алгебра изоморфной симметрических алгебр. А это, соответственно, некое ее пополнение. Ну и в полученных, в соответствующих топологиях, которые выверждены всеми полнормами указанного вида, эти алгебры являются полными локально-выбокными алгебрами с совместными неприемлемыми умножениями. Ускрощеные это обычно означает так. Алгебра относится, топологическая алгебра относится по полному поэктивному данному произведению. Ну что, ну а теперь давайте попробуем, предположим, что на веб введено, что в это алгебра ли, и попробуем продолжить по особому структуру и зоточку умножения. Да, прежде чем это делать, я все-таки приведу функциональное такое описание этих пространств. Предположение кажется, что это конечномерно. Давайте введем еще одного значения. Если p какое-то неотрицательное число, то через ос индекс mp на cn обозначим пространство тех голомортов функций, cn, для которых выполнено вот такое условие. Потому что вот такая норма, значит, супремум, полголея k под z на e в степени минус s полголея z в степени p, это должно быть в меньшей бесконечности для любого s большего доля. Так, гломортов функции вот с такими ограничениями на рост. В терминах комплексного анализа это называется пространство гломорных функций экспоненциального порядка p минимального типа. Не буду сейчас сказать, что порядок 5 целой функции, но, значит, порядок p, а то, что минимального типа, это означает, что это должно быть в любого s большего нуля. Ну и классический факт, не знаю, что он принадлежащий. Ну, в рамоте вальму это фигурирует, но, скорее всего, это было известно и до него, что если v это конечномерное векторное пространство, то s с крышечкой с индексом r на tv на самом деле заморкну гломорным функциям, вот с этими от половинами, как тут, для p равной единицы на r. То есть это пространство на самом деле состоит из некоторых главных функций, но не из всех. Ну и последнее, основной результат, который я хотел сформулировать, что если r больше равной единицы, ну, то есть p меньше равной единицы, то наше неподвиженное умножение на rсg продолжается, продолжается единственным образом, а то непрерывное умножение на соответствующей алгебре. s с крышечкой с индексом r с крышечкой с индексом r на g, ну, она же от с индексом r с звездочкой. Этот результат, он похож на, соответствующую, на постоянную способность структуры, которую мы обсуждали в прошлый раз, с честной отличией в том, что там было r больше равной одной второй, соответственно, было p меньше равной двойки. Почему здесь ситуация хуже? Ну, потому что алгебра меньше. В частности, мы видим, что сами экспоненты сюда не входят. если p даже равно единице, если не понадобится, если p меньше единице, то функция f от z равно е в степени, z какое-то, z и d, да?